В Кыргызстане 15 сентября начнется новый учебный год. Как обещали власти, этот учебный год начнется в традиционном формате. Сегодня мы решили узнать, сколько будет стоить собрать один обычный рюкзак первокласснику. Пойдемте же посмотрим? Let's go! Мы решили сейчас собрать обычный набор школьника, первоклассника и посмотрим, сколько же это выйдет. Вот такие есть тетради, мы нашли по 3,50. В других точках они продаются по 5 сон, здесь они гораздо дешевле, значит, гораздо дешевле выйдет его рюкзак. Есть казахстанские и также российские, вот такие, с такой классной наберкой по 3,50. Обычно, когда я в школе училась, такого у нас не было. Это 6, значит, надо брать в клетку и 6 надо брать в линейку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот 12 тетрадей, также вот такую досочку для пластилина, это обязательно идет набор первоклассника. Далее, замазкой обычным первоклассникам не разрешают пользоваться, но родители им покупают. Давайте мы купим замазку. Замазку, карандаш, точилочку обязательно, такая лол, обложки для тетрадей. В общем, здесь делятся обложки на дорогие и дешевые, качественные и не очень качественные. Есть вот такие и белые. Вот эти белые, они более дешевые. Обязательно давайте возьмем дешевую обертку, потом линейки, вот такие линейки. Такую раз, потом 30 сантиметров. Далее возьмем нашему первокласснику карандаши, это обязательно тоже в порядке. Есть вот, возьмем такие 12 карандаши, возьмем простые карандаши, фломастеры, дети любят рисовать, на изо потом у них это потребует. Пластик один. Дневники есть в таком мягком переплете, это крыгызские, наши сами выпускают такие дневники, кунделюк. И есть в толстом переплете, они уже выходят подороже. Обычно это уже с 5 по 11 класса такие дневники. Поэтому мы возьмем обычный. Альбом возьмем и цветную бумагу. Пластилин. Раз мы взяли досочку для пластилина, возьмем 10 цветов пластилина для ребенка. Также есть еще 12, возьмем среднюю. И краски. Краски для рисования, для изо. Тут есть комплект ручек и вот такие ручки. Все, теперь надо это посчитать. На первый класс вот цветные ручки, считаем рыночная цена 150 сомов. Цветные краски идут, вот цена 250 сомов. Вот пластилины 120 сомов, здесь 10 цветов. Цветные бумаги, вот аппликация, это для первого класса 25 сом. Альбомы 24 или 180 сом. Обложки есть, они по два сумма. Во вметке вот такой 10 штук. 20 сомов. Вот замазка идет 30 сомов. Линейки идут. Вот эти линейки не обязательно, но если понадобится это тогда хорошо. Вот линейки 30 сомов. Точилка. Пластик 5 сомов. Фломастер большой 250 сомов. Досочка едет 60 сомов. 10 штук тетрадей 35 сомов. Красные карандаши, упаковка 150 сомов. Цветные карандаши 150 сомов. И обычный дневник наш местный 50 сомов. В итоге 1555 сомов получилось. По словам продавца, вот такие рюкзаки стоят 1500 сом. Они очень классные. Здесь есть такой свой органайзер даже. Вот такие стоят 1300. Сколько ушло у вас на консовары троим детям? Ну пока 10 тысяч и сратила. Еще вот не докупили, еще пойдем покупать. Еще пойдете покупать. Вообще сколько вы планируете потратить на троих детей, вот чтобы их просто отправить в школу? Это вещи там? Ну минимум 15 тысяч уходит. На каждого? Да. Если честно, да, вот у нас рядом магазин находится. Хатбир. Вот я туда зашла, рюкзак самый дешевый, вот он стоит около 3000 сомов у них. А так от 5000 и выше. Какую сумму вы вообще планируете на нее потратить? Ну у нас просто я уже открыла счет в банке и потихоньку ей туда откладываю. Ну примерно я думаю тысяч 20-30 наверное. Всем хорошего учебы, хорошего, чтобы хорошо учились, отличились, отлично, чтобы были все пятерки. Ну классно, давай пять. Спасибо.